Почти полгода весь мир живет в условиях пандемии. И наша страна не исключение. Особенно трудно приходится эпидемиологам, которые борются с распространением коронавируса, и врачам, которые лечат зараженных пациентов. К сожалению, сегодня свой профессиональный праздник медики встречают в непростых условиях, сопряженных с большим риском для здоровья и даже жизни. Врач надел халат и вошел в рабочую зону. Опасную, трудную. Между собой медики называют ее зоной риска. Коронавирус никого не щадит, ни пациентов, ни докторов. И тут огромную ответственность берут на себя госпитальные эпидемиологи. Именно от них зависит благополучие любой больницы. Это они предупреждают распространение инфекции в помещениях и следят за утилизацией опасных медицинских откодов. И сейчас в условиях пандемии эпидемиологи вынуждены работать круглые сутки. С этой болезнью все мы столкнулись впервые. Всегда трудно бороться с незнакомым и невидимым вирусом. Вначале использовали зарубежный опыт, чтобы организовать профилактические мероприятия. Постепенно наработали и свои собственные меры. Разработали свои правила. Теперь мы проводим семинары и рассказываем, как эффективно бороться с инфекцией внутри больниц. Монарс Могул вот уже 16 лет читает ценные лекции для врачей страны. Начинала когда-то медсестрой. И вот четверть века в сфере здравоохранения. Говорит, часто сталкивалась с трудностями в работе. Но никогда не возникало мысли уйти из профессии. Медицинские работники испытывают колоссальное напряжение. Физическое и самое главное эмоциональное. Они сами видят, насколько тяжелым может быть заболевание, переживая за себя, пациентов, близких людей. Мы видим профессионализм и стойкость, которые предпринимают медицинские работники. И надеемся, что все вместе преодолеем эпидемию и ее последствия. Пандемия обнажила проблему нехватки эпидемиологов. В Казахстане их перестали готовить еще несколько лет назад. Сейчас в стране вновь планируют подготовить 400 специалистов по общественному здоровью. Но им все равно нужны наставники, говорят эпидемиологи. Практические знания начинающие специалисты могут получить только у людей, имеющих большой опыт в этой сфере. Шапогат Хуатбекова, Эдуард Кон, Хабар-24, Алматы.